МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пример для подражания. Игорь Скикевич побывал в Люберцах. Чемпионат мира по футболу уже близко. Какая готовность у Подмосковья? Пушкинский день. Как день рождения поэта и писателя провели в округе? В Краеведческом музее пополнение картин. Чему посвящены работы? Узнаем. И начнем мы итоговый выпуск с официального блока новостей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Люберец Владимиром Ружицким. В ходе встречи собеседники обсудили итоги работы органов местного самоуправления в 2017 году и планы на предстоящий период. Отдельное внимание уделили перспективам развития социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры. Люберецкий городской округ у нас густонаселенный. С огромным количеством программ, которые мы реализуем. И детские сады, и школы мы открываем каждый год. В этом году приступаем к проектированию и работам по Октябрьскому проспекту. Зенинское шоссе, большие программы реализуются у вас в городе. Доложите, пожалуйста. В свою очередь, в ходе встречи с главой региона Владимир Ружицкий отметил, что самые болевые точки в округе – это транспорт и дороги. Чтобы решить эти проблемы, ведется большая работа по реконструкции моста через Пехорку. Осенью начнется расширение Зенинского шоссе. Глобальная реконструкция ждет и главную дорогу города. Октябрьский проспект – это центральная дорога, самая загруженная. Потому что так сложилось и расширить сложно. Тем не менее, мы вошли в пилотный проект Московской области, за что вам огромное спасибо. И сегодня, по сути, завершается проектирование этой дороги. Будет порядка семи подземных переходов. Кроме этого, от Вичного огня и до кинотеатра «Октябрь» пройдет эстакада, которая позволит разгрузить трафик. А постоянную пробку на трассе «Урал-5» решено убрать об одной. Новой трассой вокруг поселка «Октябрьский». Также Владимир Ужицкий доложил Андрею Воробьеву о ходе реализации мероприятий по ликвидации очередей в детские сады. К счастью, уже по вашей программе очередников детской сады от трех и выше нет. Это мы уже на протяжении последних двух лет эту тему решили. Но мы ежегодно сдаем детских садов 3-5 детских садов. Каждый год. В этом году мы планируем сдать 5 садов. Кроме этого, власти планируют открыть ясельные группы. Также идут мероприятия по ликвидации вторых смен в Люберецких школах. К примеру, в 2018 году откроется новая школа на 1100 мест в микрорайоне Красная Горка. До 2020 года сделают пристройки еще к трем учреждениям. На встрече также рассмотрели вопросы, связанные с благоустройством общественного пространства. В прошлом году приступили и реконструировали первую очередь центрального парка. Мы поставили даже, может быть, чрезмерно много лавочек, скамеек в парке. И я даже думал, может быть, их прорядить. А вот посмотрел, 1 мая, 9 мая, все занято. И у нас сейчас будет вторая очередь. Это и дорожки, и мы планируем белую дорожку, это освещение. Стоит отметить, что в текущем году в рамках реализации всероссийского проекта «Комфортная городская среда» в Люберцах прошло голосование. Большая часть жителей отдала предпочтение за продолжение работ по благоустройству в центральном парке. Анна Троян, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошли публичные слушания по проекту бюджета округа за 2017 год. Участие в обсуждении главного финансового документа приняли сотрудники администрации, депутаты, а также общественные деятели. Сейчас предлагается нам в ходе наших слушаний освоить проект решение об исполнении бюджета в Люберцах за 2017 год. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета такова, по словам Андрея Пак, основная задача при формировании проекта. Напомним, бюджет округа принимается на трехлетний период и сформирован за счет налоговых и неналоговых платежей. По итогам 2017 года объем денежных обязательств по исполнению составил 6,883,000,000 рублей или 94,8% от бюджетных ассигнований, предусмотренных в исполнении бюджетных обязательств. В том числе на реализацию 24 утвержденных муниципальных программ 6,819,000,000 рублей или 99,1% от общих расходов. Большие статьи отведены под образование, благоустройство, культуру и спорт. Эти программы продолжают финансировать и в текущем году. Кроме того, особое место на сегодняшний день уделяют обеспечению безопасности населения, здоровье граждан и экологии. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. И в продолжение темы. Депутаты городского округа Люберцы провели очередное заседание Совета. На этот раз на повестке дня стояли вопросы исполнения бюджета городских поселений и округа. Все подробности далее. Капитальный ремонт в Токаревской школе, развитие театра кукол в Томилине, закупка оборудования для инженерной школы, ремонт дорог. На эти и другие нужды из бюджета Московской области увеличили субсидии округу. Также на заседании Совета депутатов обсудили бюджет на 18-й и плановый период 19-го и 20-х годов. В результате внесенных изменений мы увеличиваем текущий дефицит нашего бюджета на 239 миллионов рублей. И он становится равным миллиарду 51 миллиону. Хочу сказать, что мы не привлекаем кредитов коммерческих и обеспечим исполнение за счет текущих средств бюджета в данных параметрах. В целом доходы бюджета городского округа уменьшатся на 22 миллиона рублей. Связано это с тем, что корректируются субсидии, которые предоставляются из бюджета Московской области на различные цели. Мария Антонова, Александр Осеев, телеканал ЛРТ. Службе 112 исполнилось три года. За это время по всей Московской области операторы приняли более 23 миллионов вызовов, а конкретно в Люберцах – один миллион. О службе и ее сотрудниках смотрите далее. Оператор Панкова, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Забор это вы дома, да? Ну говорите адрес, куда. Люберчанка Елена Панкова в службе 112 с первого дня. Работая бухгалтером в одной из фирм, она и не думала, что когда-нибудь будет помогать людям в решении их проблем. За сутки она обрабатывает до 200 звонков. Как признается Елена, диапазон вопросов, которые задают граждане, чрезвычайно широк. От который час до приезжания на ДТП ей жертвы. Хозяева привязали дерево сапог. Ну и тут уже из-за того, что у нас в смене у сотрудницы была знакомая бланчер, кто занимается помощью животным, они приехали сюда в Люберце, отвязали эту собаку, нашли хозяев этой собаки. В итоге оказалось, что просто они ее выгоняли из дома. Собака возвращалась домой, и они вот ее так вот привязали к дереву, оставили целый день на морозе. Отбор операторов очень строгий. Все они, имея высшее образование, в обязательном порядке проходят обучение. Службы действуют 24 часа. За сутки поступает от 900 до 1000 телефонных звонков, которые автоматически записываются и приводятся в исполнение. Есть несколько способов вызова экстренных служб, так как можно набрать с городского телефона, с мобильного телефона, без сим-карты, номер 112. Можно посредством СМС оповещение. Также для людей с ограничением нарушения, с нарушением речи и слуха, они могут через скайп вызвать экстренную службу. Там принимают вызовы профессиональные сурдопереводчики. Кроме того, сейчас система 112 готова и к чемпионату мира по футболу. Операторы службы будут принимать вызовы не только на русском, но и на английском, французском, испанском и арабском языках. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В связи с предстоящим Днём России в отделениях многофункционального центра городского округа Люберцы меняется режим работы. 11 июня предпраздничный день. Время работы сокращается на 1 час с 8.00 до 19.00. 12 июня в учреждении выходной, а 13-го МФЦ работает в обычном режиме. И теперь перейдем к другим новостям. В Московской области приняли решение о создании региональной ассоциации территориальных общественных самоуправлений. А в ближайшее время будет разработан план соответствующих мероприятий. Эта тема стала основной на рабочей встрече с депутатами Государственной и Областной Думы, а также представителями региональной общественной палаты. Заседание прошло в правительстве Подмосковья. С появлением ТОСов каждый житель региона сможет намного быстрее решить проблемы, связанные с подъездами, домами и улицами. На сегодняшний день создано порядка 300 комитетов территориального общественного самоуправления. Уже в ближайшее время их объединят в одну ассоциацию. Она будет помогать населению взаимодействовать с местной властью. Дальше развитие общественного самоуправления, безусловно, будет только наращивать темпы. И эффективность применения территориального общественного самоуправления – это и есть в том числе задача приоритетного проекта в Московской области. Как отметил Александр Костомаров, правительство Московской области будет создавать все необходимые условия для того, чтобы во всех муниципалитетах региона появились территориальные общественные самоуправления. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ. Церемония подписания договора между администрацией городского округа и руководством гуманитарно-социального института о проведении практики студентов прошла в Люберцах. Что получат будущие специалисты и какие профессии освоят в нашем сюжете? Уже в ноябре этого года в здании администрации городского округа Люберцы 100 студентов гуманитарно-социального института будут проходить практику по профессиям менеджмент и муниципально-государственное управление. О прохождении студентами практики своими подписями скрепили деловой союз глава округа Владимир Ружицкий и ректор института Людмила Логинова. Как отметил глава, в стенах администрации ребята получат бесценный практический опыт, навыки и знания, которые, безусловно, пригодятся им в будущей работе. Те, кто начинает работать с АЗО, внизу, не важно, это муниципалитет, возможно, какие-то предприятия, и даже неплохо кто-то поработал на предприятии, а потом перешел работать в муниципальные структуры, в государственные. Это другой опыт, и у таких людей, повторяю, как правило, все получается. Кроме того, у ребят есть возможность влиться в штат, но это только в том случае, если практика будет пройдена на отлично, а также если студент зарекомендует себя с лучшей стороны. Как отметила Людмила Логинова, у ребят есть все шансы, ведь они получают знания у высококвалифицированных педагогов, большая часть из которых доктора, кандидаты наук и академики. Я хочу от лица всех сидящих в зале заверить руководство нашего Берецкого городского округа в том, что студенты не подведут, и мы, профессорско-преподавательский состав, отвечаем за качество образования, и мы не подведем. На сегодняшний день в ГСАИ обучается около тысячи человек. Ребята осваивают такие направления, как государственное и муниципальное управление, психолого-педагогическое образование, юриспруденция, земельно-имущественное отношение, право и организация социального обеспечения, а также финансы. На церемонии также присутствовали и сами учащиеся. Студентка Снежана Шарапкова от лица всех ребят также присоединилась к беседе. При вашей помощи и поддержке администрации города и другие муниципальные учреждения округа скоро в своих стенах выводят квалифицированных специалистов в лицах наших студентов. Спасибо. Напомним, данная практика проходит не впервые. Как отметил Владимир Ружицкий, сотрудники администрации планируют принимать ежегодно более 70 студентов. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Оказать бесплатную юридическую помощь и решить проблемы населения. Для старшекурсников Российской таможенной академии это уже повседневные будни. В течение двух лет студенты обучаются этому делу на занятиях, а в конце года получают заветные сертификаты. На торжественной церемонии вручения побывала и наша съемочная группа. Новоиспеченных юристов-клиницистов в этот день встречали бурными аплодисментами. В течение двух лет ребята на практике осваивали, как проводить правовую консультацию с гражданами. Один из тех, кто оказывал помощь в реальных проблемах жителей – Александр Благодатнов. Отличный опыт для парня, мечтающего стать адвокатом. Мы научились многому. Мы научились составлять исковывания, вести претензионную работу и иную работу, которая впоследствии поможет нам в будущем. Зачастую у нас нет простых случаев, потому что люди приходят самыми безвыходными ситуациями. Вместе с Александром сертификаты юристов-клиницистов. В этот раз получили еще 45 студентов четвертого курса. Во время обучения у ребят все было по-настоящему. Именно поэтому этот документ дает им большое преимущество перед работодателями. Обращаются с вопросами по земельному, трудовому, семейному праву. Это и пенсионеры, это и работающие граждане Российской Федерации. Уделяем особое внимание тому, чтобы наши студенты имели навык юридического консультирования и навык работы процессуального характера. Юридическая клиника в Таможенной Академии работает уже порядка 8 лет. Получить правовую консультацию от студентов может каждый желающий. Все услуги ребята оказывают на безвозмездной основе. За последние годы квалифицированной юридической помощью уже воспользовались почти полторы тысячи граждан. Анна Троян, Сергей Гвозьев, телеканал ЛРТ. И теперь перейдем к другим новостям. С 1 июня стартовала летняя оздоровительная кампания. 38 лагерей дневного пребывания начали свою работу на территории округа. Так, в гимназию номер 18 на открытие первой смены лагеря приехал глава округа. 3340 детей от 7 до 15 лет проведут свои каникулы в школах. Именно там базируются все лагеря дневного пребывания. В гимназии номер 18 в первой смене отдохнут 140 детей, из которых по льготной категории более 60. Поздравить их с началом каникулы и открытием смены приехал глава округа. Желаю вам, ребята, хорошего отдыха, хорошего настроения. Берегите себя. Думайте о своих родителях. Ну, а родители о вас думают всегда. Ну, а педагогам я пожелаю тоже хорошего настроения. Набирайте сил. Программа в летнем лагере сопровождается неким отдыхом, хотя у вас есть ответственность. Далее, после торжественного открытия, для Владимира Ружицкого провели экскурсию в комнаты для отдыха и игр, а также в пищеблог. Ребята будут питаться три раза в день, а время пребывания в разных лагерях варьируется по желанию родителей. Также этим летом предусмотрены путевки для ряда категорий детей. Об этом рассказала Виктория Бунтина. Наши дети, особенно те, которые находятся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, которые пострадали в январе 2018 года от острой кишечной инфекции в кадетской школе. Мы им также предложили отдых в Крыму и закупленные путевки в Евпаторию также на 21 день. И смены на сегодняшний день уже сформированы. Первая смена продлится с 1 по 29 июня. Также в течение лета будут действовать оздоровительные площадки на базе Люберецкого дворца детского и юношеского творчества. Они будут открыты до обеда. Записать туда ребенка можно по адресу. Город Люберцы, улица Кирова, 22. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. И о новостях культуры. Рамадан – месяц поста и духовного очищения в исламе. Это время смирения, искупления грехов и мысли о своем жизненном пути. Пост держится от восхода до заката солнца, а вечером разговения – ифтар. Как проходит священная трапеза мусульманской общины в Малаховке, теперь знает и наша съемочная группа. В 2018 году священный месяц Рамадан начался 16 мая. Для мусульман выдержать пост – это священная обязанность. Если человек держит пост, на его душу снисходит такое смирение, которое в другое время никогда не бывает. И это смирение в месяц Рамадан особенно тонко ощущается. С последним лучом солнца имам приглашает мусульман к намазу. Молитву читают стоя лицом к Мекке. И только после можно сесть за стол. Разговение в священный месяц Рамадан называется ифтар. Угощают финиками, черносливом, ягодами, орехами, овощами, лепешками. В качестве основного блюда – шурпа. Имам Рамиль Рахманкулов готовил ее лично. Тут баранина, картошка, морковь, лук, куркума. Верующие относятся к посту как к наиболее счастливому времени в году. Воздержание от пищи, дурных мыслей и поступков вознаграждаются удовлетворением от простой еды и возможностью стать лучше. Именно в таком благостном наслаждении заключен смысл разговения. Мы молимся о прощении тех грехов, которые мы в течение всей жизни зарабатываем. И хотим, чтобы нас Аллах простил. Когда держишь пост, чувствуется это вдохновение, очищение. Организм очищается, здоровье даже это очень прибавляется. Мне веря Фиткунова, самой старшей из прихожан. К Рамадану и разговению она относится с особым трепетом. Пост я должна держать, потому что это указал пророк. Это в Коране написано у Аллаха. Жалко расставаться с постом. Месяц Рамадан продлится до 14 июня. К окончанию поста начинают готовиться заранее. Делают генеральную уборку в домах и дворах. Готовят праздничные блюда и лучшие наряды. Мария Кузьмичева, Александр Итамия, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Люберцы – территория спорта. Ведь привлечь жителей к здоровому образу жизни помогают молодые спортсмены в рамках программы «Спорт в каждый двор». На этот раз участники проекта посетили микрорайон «Самолет». Сегодня мы пришли к вам во двор со своим проектом «Спорт в каждый двор». На протяжении уже двух лет мы проводим такие спортивные акции в каждом дворе нашего городского округа. И в этом нам помогают наши спортивные федерации, которые здесь представляют свой вид спорта. Молодые спортсмены из федерации самбо, карате и танцев, а также девочки из чирлидинга и клуб по мини-футболу «Спартак» показали мастер-класс всем присутствующим. Особо впечатлило маленьких зрителей силовой шоу «Русский характер». За считанные секунды русские богатыри скрутили совковую лопату, согнули большой строительный болт и надули грелку. Мне очень приятно каждый раз участвовать в таких мероприятиях, когда простой народ выходит на улицу, да, им показываешь, а именно мотивируешь. Более 500 человек пришли попробовать свои силы в настольном теннисе, шахматах и борьбе. Семья Микловда считает себя спортивной семьей. В юношеские годы Татьяна и Сергей серьезно занимались спортом. Вот и двух своих дочерей Зину и Паулину сейчас приобщают к гимнастике. Но на этом молодые родители не собираются останавливаться. А подрастут, подадим на гимнастику обязательно, на Высино. Там школа Олимпийского резерва, собираемся их туда отдать. За два года более 5000 человек приняли участие в программе «Спорт в каждый двор». Многие из жителей были записаны в разные секции городского округа Люберцы. Это мероприятие ежемесячно набирает обороты. Приобщиться к спорту может каждый и в любом возрасте. Так что занимайтесь спортом и будьте здоровы. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Освоить живопись, покорить горную вершину и пройти курс по дайвингу – это уже подвиг и для обычного человека. Паропутешественник Игорь Скикевич все это сделал в инвалидной коляске после полной парализации конечностей. Он приехал в Люберцы, чтобы показать пожилым и молодым людям с ограниченными возможностями, что сильное желание и вера в себя помогают преодолевать любые преграды. Десять лет назад Игорь Скикевич был обычным человеком, радовался жизни, готовился к свадьбе. Но банальная простуда дала серьезное осложнение, в результате чего мужчине удалили шейный позвонок. Полгода стопроцентной парализации заставили его по-новому взглянуть на свои возможности. Главное – не дать возможности сделать внутренне себе инвалидом. После комы я вышел на этот свет, опять вернулся, чтобы жить дальше, продолжать жить. Но я не смирился с тем, чтобы лежать. Чтобы не лежать, Игорь Скикевич взялся за карандаш, потом за кисть. Желание рисовать помогло сесть и разработать руки до такого уровня, что живопись стала для новоиспеченного художника источником дохода, который позволил воплотить в жизнь и другие мечты. Двигателя снимается за 10 секунд. Крепежи очень легкие, на резиночках. Следующая реализованная цель – дайвинг. Снаряжение – собственная разработка. Я сел в старом позе, в дороге физики 10-го класса, поставил коляску. У меня старенькая коляскочка, я поставил, и стал представлять, что она будет у меня перемещаться. Придумал крылья, двигателя поставил. Своей жизненной энергией Игорь делится и с другими людьми, которые попали в тяжелую ситуацию. Когда человек сталкивается с инвалидностью, он порой даже не знает, куда ему ткнуться, куда ему обратиться. Он стоит перед глухой стеной. Очень важно, когда есть человек, который подскажет, просто хотя бы покажет эту стрелку направления, куда можно пойти. Вячеславу Буторину знакома борьба с болезнью. Он заразился вирусным энцефалитом в 7 лет после укуса клеща. Кома, трахеотомия и парализация перевернули жизнь мальчика. К 23 годам он добился значительных результатов благодаря сильному внутреннему стержню и желанию жить. Один раз я услышал, как мама плачет, сидит, что я не хожу. Я это услышал. И когда мама ко мне приезжала, я начал перед мамой стараться ходить. Программа, с которой Игорь Скикевич ездит по всей России и учит людей с ограниченными возможностями силы духа, называется «Верить в себя, жить по мечте». По словам автора, именно в этих двух коротких фразах заключается секрет победы над болезнью. Александра Томей, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Россия впервые в своей истории станет страной, где будет проходить чемпионат мира по футболу. Подготовка к этому событию уже завершилась. Для болельщиков созданы все условия. Организованы номера для проживания, обеспечена медицинская помощь, а также развлекательные мероприятия. Более 300 объектов на территории Подмосковья, которые находятся на маршрутах следования болельщиков, благоустроили к чемпионату мира. Это малые архитектурные форумы, декоративные ограждения, столбы, клумбы и стационарные торговые объекты. Кроме того, подготовлено 5 туристических зон и 7 туристических маршрутов. У нас, конечно, на территории Подмосковья будут находиться некоторое количество объектов, непосредственно подготовленных к чемпионату мира, где будут жить команды, играющие, принимающие участие в чемпионате мира по футболу. И они там будут тренироваться, и там же будет находиться большое количество болельщиков. Кроме того, для приема гостей и участников будут использоваться гостиницы и обеспечена медицинская помощь. В период проведения первенства привлекут порядка 9 тысяч волонтеров. Основу составят те, кто прошел практику на Кубке конфедерации FIFA 2017 и владеет английским языком. Далеко не все прошли обучение на волонтеры, но огромное количество люберчан планируют следить за ходом игры. Конечно, буду следить. Обязательно буду следить. Какие шансы у нас на победу? Ну, я не очень высоко, конечно, оценю шансы наши. Ну, хотя бы интересный матч посмотреть. Я уверен в их физической подготовке, что они очень хорошо готовятся, и мы в них верим. Это самое главное. Люберецкий округ на время первенства станет транзитом, через который будут приезжать порядка двух миллионов болельщиков. Напомним, чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Он пройдет на 12 стадионах в 11 городах. Матч открытия и финал Мундиаля пройдут в Москве в Лужниках. А теперь вспомним, как в округе прошел день любимого поэта и писателя. 6 июня по всей России отмечали день рождения Александра Пушкина. На его сказках выросло не одно поколение. Поэтому Пушкинский день в Люберецком дворце культуры посвятили одному из любимейших сказочных персонажей – золотой рыбке. В гостях у Люберецкого дворца культуры подопечные летних лагерей из 1-й и 6-й гимназии. Для них организовали мастер-класс по искусству оригами – складывание фигурок из бумаги. Посмотрите, надо сложить вот так, чтобы получилось в любой чем. В день рождения писателя, поэта и сказочника Александра Пушкина ребята делали золотую рыбку. Все мы верим в чудеса, у всех есть мечты. И золотая рыбка – это тот персонаж, который исполняет заветные желания. Желания у ребят самые разнообразные. Кто-то мечтает о добре во всем мире, у кого-то же грезы более прагматичные. А если бы ты встретила золотую рыбку на самом деле, что бы ты у нее попросила? Я бы попросила у нее мир на земле. Я бы загадала у щелька, у него есть ковчарка. Я бы попросила у золотой рыбки такую способность, чтобы исполнять свои желания. Помимо самого мастер-класса для детей, приготовили викторину по другим сказкам Пушкина. Ну-ка, внимание, следующий вопрос. В сказке о попе работники балдеют. Каких работников искал поп на базаре? Несмотря на то, что по мотивам сказок Александра Пушкина снято много мультфильмов, организаторы мастер-класса уверены – основатели современного русского языка нужно именно читать. Александр Томей, Мария Кузьмичева, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. День русского языка или пушкинский день отмечали повсюду, в том числе и в Томилине. Там этот праздник объединил поклонников классической литературы и Александра Сергеевича. Такие встречи у памятника автору проходят ежегодно. Гости мероприятия традиционно читают любимые стихи и делятся своими впечатлениями от произведений писателя. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Его произведения знает каждый классика российской литературы. Он сотворил шедевры, которые нельзя перепутать с кем-то другим. За свои почти 38 лет Александр Сергеевич написал около 800 стихотворений, 12 поэм, 8 драматических произведений, 7 сказок. День рождения поэта 6 июня. Принято считать и днем русского языка. Как бы ни развивалось наше современное ритмическое прогрессивное время, мы никогда не должны забывать это имя. Русский гений запал в душу не только простым обывателям, но и знаменитым авторам. Свои стихи ему посвящали Есенин, Лермонтов, Ахматова и многие другие именитые авторы. Их произведения в этот день прозвучали от жителей Томилина, поклонников Пушкина. Единистый, почти белесый, в легендах ставший, как туман. О, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган. История поселка Томилина всегда связана была с нашими писателями, поэтами, литераторами. И не зря же у нас все улицы в поселке носят имя и фамилии наших поэтов, русских, советских. И вот эта традиция любви к Пушкину, любви к русскому языку, мы стараемся здесь привить и к нашему подрастающему поколению. Так символично день русского языка в Томилине отмечают уже полвека. Именно с тех пор, как на пересечении улиц Никитина и Пушкина появился памятник главному поэту страны. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Пушкинский день прошел также в Есенинской библиотеке. Дети из Люберецкой хореографической школы поразили своими знаниями о творчестве первого русского поэта. Наш корреспондент Мария Кузьмичева присоединилась к занятию. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Памятник» стало пророческим. Еще при жизни поэта называли гением. Прошло более двухсот лет, а его произведения не теряют своей актуальности. А сказки остаются так любимыми не только детьми, но и взрослыми. И вот уже 19-й год, в день рождения Александра Сергеевича, вся Россия отмечает Пушкинский день. По всей стране в это время проходят культурные мероприятия, посвященные творчеству поэта. Вот и в Люберецкой Есенинской библиотеке по доброй традиции собрались дети из детской хореографической школы. Для каждого из них имя Пушкина бесценно. Он сделал для нас много чего важного. Он придумал разные сказки, красивые поэмы. Он в своем каждом произведении выводит какой-либо урок, что не нужно быть корыстным и еще каким-нибудь плохим человеком. Мне его рассказы нравились. Я у него очень много стихов получила, но все я уже не вспомню. Сотрудники библиотеки подготовили для ребят насыщенную культурно-познавательную программу. Рассказали о творчестве и жизни поэта, провели игровую викторину и устроили настоящий киносеанс, показав сказку о рыбаке и рыбке. Вы знаете, было приятно видеть, что дети, отвечая на вопросы викторины, практически каждый поднимали руку. Это о чем говорит? О том, что они читают, знают и стремятся показать, что они знают. Для того, чтобы закрепить знания, еще больше увлечь ребят в мир сказок Пушкина, каждому гостю подарили пояркой книжке великого поэта. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. И теперь о трагическом событии. На 84-м году жизни скончалась режиссер и сценарист Кира Муратова. Ее талант и неповторимый стиль позволяли создать целый ряд уникальных работ. О ней и ее творчестве далее. Как сценарист и режиссер Муратова дебютировала в 61-м году совместно со своим будущим мужем Александром Муратовым, поставив короткометражный фильм у Крутого Яра. Затем с ним же сняла полнометражную ленту «Наш честный хлеб». Кира Муратова была выдающимся режиссером с ярким самобытным стилем. Знаменитые ее сделали уже первые фильмы, снятые самостоятельно. Короткие встречи и долгие проводы. Картина «Астанический синдром» в 1990 году получил гран-при Берлинского кинофестиваля. А трагикомедия «Настройщик» была показана на фестивале в Венеции. В ее фильмах снимались такие знаменитые актеры, как Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Алла Демидова, Рената Литвинова и многие другие. Последней работой Киры Георгиевны стала вышедшая в 2012 году картина «Вечное возвращение». Мария Кузьмичева, Анастасия Левшина, телеканал ЛРТ. Следующие сюжеты нашего выпуска будут посвящены искусству. Что такое иллюстрации, в чем ее роль, кто эти люди, которые создают сказочные рисунки на обложке. Наша съемочная группа познакомилась с люберецким иллюстратором детской книги, которая выставила свои работы в Есенинке. Добрый мягкий юмор, высокое художественное качество и виртуозная техника отличает работы Надежды Кузнецовой среди других художников-иллюстраторов. Коренная Люберченко вот уже 21 год посвящает себя книжной графике, опираясь на реалистичные традиции. На ее счету оформление более 50 книг, общим тиражом свыше 3 миллионов экземпляров. В этот раз она решила показать лишь небольшую часть своих иллюстраций на персональной выставке в Есенинской библиотеке. Вы знаете, мне даже как-то трудно оценить ее работы, потому что о них нельзя сказать, что это проиллюстрирована книга. Нет, это не иллюстрация, это живой какой-то рисунок, который дополняет текстовку книги. Кроме детской графики на произведения Барто, Михалкова, Гофмана, Благинина и Андерсона, художница проиллюстрировала книги Куприна, Шмелева, Никифорова, Волгина, а также календари для православного издательства. Так случилось, что я получила образование художника по костюму, а вот я совершенно случайно пришла в книжную графику. Счастливый для меня случай. И он меня привел вот туда, куда я с детства мечтала прийти, работать с акварелью, работать с графикой, работать с тушью. О случайности, как говорится, не бывает. Начиная свой путь с иллюстрации костюмов в маленькой книге, Надежда Кузнецова не только достигла больших профессиональных высот, но, как признаются художницы, нашла призвание всей своей жизни. Но и на этом Люберчанка не останавливается. Который год она делится своим опытом с детьми, являясь руководителем из-за студии «Я рисую». Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Не только именитые, но и молодые таланты представили свои работы на выставке, посвященной Великой Отечественной войне и Дню России. Порядка 80 работ разместили на третьем этаже Люберецкого краеведческого музея. Приобщилась к прекрасному и наша съемочная группа. Санитарная сумка, лампа, коричневые тона, предвещающие что-то тяжелое и мрачное, понятное каждому тема – война. В своей картине перед боем художник Владимир Засыпкин как никто просто и лаконично передал атмосферу тех, казалось бы, далеких лет, сделав каждого зрителя сопричастным. Говорят, что для того, чтобы достучаться до зрителя, иногда художник должен кричать, но иногда есть такие моменты, когда достаточно шепнуть, и человек услышит и поймет, что эта вещь достаточно скромно выглядит, но я считаю, что тут все есть для того, чтобы достучаться до сердец. Выставка, посвященная весне и победе, в Великой Отечественной объединила многих художников. Реалисты, авангардисты, сюрреалисты показали настоящее искусство в передаче своих видений. Владимир Забелин представил три работы о войне, а также несколько работ, посвященные миру. Его мальчик, запускающий воздушного змея из картины «Под мирным небом», покорил и людей искусства. В прошлом году я показывал эту работу в Москве, и как раз Безруков со своим театром показывал спектакль «Маленький принц». Так они все собрались со всем оркестром, и сам Безруков пришел и сказал, да, это «Маленький принц». Помимо картин, на выставке представили и художественные фотографии, пока неизвестных, но весьма перспективных молодых дарований из объединения художников возрождения. Музей нацелен на то, чтобы искать и помогать этим художникам раскрыть свой талант. 27 художников представили на выставке порядка 80 работ. Экспозицию можно увидеть до 15 июня. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Таковы главные события уходящей недели по версии информационной службы телеканала ЛРТ. Напомню, все материалы наших корреспондентов вы можете найти на сайте и в соцсетях. На этом я прощаюсь с вами. Всем хороших выходных и до встречи в эфире.